Приветствую! Сегодня мы поговорим о бывшем начальнике Одесского областного ТЦК ИСП Евгении Борисове. Это тот человек, который в свое время прославился виллами с двумя L, автомобилями премиум-класса, а также прекрасной образцовой организацией мобилизационной компании в Одесской области. Благодаря его и только, наверное, его организационным способностям мобилизация в Одесской области проходит с максимальным соблюдением прав человека. И вот теперь появилась новая официальная информация в отношении нашего героя, в отношении его, так сказать, достижений. И мы увидим с вами сегодня, как государственные органы все-таки сработали и борются с подобными людьми. Но! Но! Не все так на самом деле хорошо. Но перед тем, как мы начнем рассматривать этот вопрос, хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации в нем гораздо больше и появляется она гораздо более оперативно, чем в ютуб-канале. Ссылочка на мой телеграм-канал есть в описании к данному ролику. Ну а теперь давайте перейдем на сайт НАЗК и почитаем, что же НАЗК говорит о Евгении Борисове. На сайте НАЗК есть статья вот с таким прекрасным заголовком, что материалы НАЗК в отношении Одесского военкома Борисова направлены в ДБР. И давайте почитаем, что же они здесь интересного пишут. Ну вот, Национальное агентство запобегания коррупции, да, вот что такое НАЗК, вдруг кто-то забыл, говорит о том, что они выявили признаки коррупционного уголовного правонарушения, которые свидетельствуют о том, что он обогатился на 188 миллионов гривен. Ну что можно сказать? Здесь я искренне рад за товарища военкома. Ну вот молодец, смог же, да? Вот говорят, что Украина бедная страна, что денег не заработаешь, работу не найдешь здесь и прочее. Ну вот посмотрите, человек работу нашел, нормально так подзаработал, да? И теперь стало понятно, да, подходы, принципы его к работе. Дальше смотрите, что они пишут, что материалы направлены в ДБР для решения вопроса о внесении в единый реестр досудебных расследований. И, соответственно, будет досудебное расследование. Ну мы надеемся, что будет. Вот что интересно, что они здесь пишут, да, что они ему вменяют, что они, значит, увидели журналистское расследование, то есть на ЗК начало заниматься, получается, военкомов, когда увидели журналистское расследование. Ну и потом начали выяснять, а откуда вообще деньги, да? И вот выяснили, что жена, ой, мать, в прошлом году приобрела виллу стоимостью 3,7 миллионов евро в Испании. Вот это всего лишь 154 миллиона гривен, да? Вот, далее, что он пояснил? Конечно, интересно, что он пояснил. И вот смотрим, Байрисов пояснил, что его мама имела 4,2 миллиона долларов США, и эти деньги что в долг ей дали? Кто-то, разные люди дали в долг и предоставил договора. Кстати, мы помните, была такая уже история с матрасами, набитыми деньгами, которые тоже бабушка дала то ли в долг, то ли на хранение. Вот, была такая история у нас. Идем дальше. Здесь уже по мелочи пишут, что мама в тот же год приобрела еще и автомобиль стоимостью в 3 миллиона гривен. Ну, слушайте, после виллы за 154 ляма, ну, 3 миллиона можно было уже и не считать. Это так, по мелочи. Вот. Он пояснил, смотрим дальше, что покупка осуществлена также в счет долга. Вот, вот где же они находят этих друзей, которые дают в долг такие суммы? Вот, хоть кто там занял? Друзья, друзья, пожалуйста, друзья мои, я сейчас к вам обращаюсь. Вот, мои друзья личные и все друзья. Скажите, может, кто-то займет мне денег-то на машину? Я уже на виллу не прошу, ладно. Идем далее. Что он дальше говорит? Да, что на ЗК говорит? Вот они говорят, что, однако, после их взгляда, договоров, мается на увазе, выникли обгрунтовані сумнівы стосовно достоверностей особистых подписчиков. То есть, там есть сомнение, что подписи вообще реальны. А дальше они пишут, что позднее объяснилось, что они физически не могли быть присутными в час підписання згаданных документів. А класс, супер! То есть, подделали даже эти договора. Вы, вернее, не смогли нормально подделать договора. Вот люди, вы когда говорите, что там ТЦК сфальсифицирует документы, передаст в суд, тебя там привлекут к уголовной ответственности. Да, вы посмотрите, они не могут подделать нормально документы, когда касается речи на сотни миллионов гривен. Что уж говорит там в отношении массовых документов, которые потоком у них идут. Ну и, конечно же, конечно же, никто с позычальниками не мог быть джерелом походжения коштев, за какие, небыто, были придбаны маяток в Испании и автомобиль. Потому что они не владели достатными грошевыми коштами. То есть, у позычальников этих денег просто не могло быть, потому что, скорее всего, там нашли каких-то, не знаю, людей, знакомых, первых попавшихся, которые не бизнесмены, да, ну, не имеют просто таких денег. Дальше, смотрите, откуда же взялось 188 миллионов? Значит, свекруха. Свекруха его купила машину одну за 58 тысяч баксов, потом машину за 8,5 лямов гривен, ну и по мелочи еще. Снова за 3 ляма гривен. Ну, это уже по мелочи. Вот. И еще, что они говорят? Дружина Борисова, нарухомись в Испании, 510 тысяч евро. И вот так вот потихонечку наскребли мы на 188 миллионов гривен в сумме. Вот откуда эта сумма появилась. И казалось бы, все хорошо. Но есть одно но. А если быть точнее, наверное, все-таки два ноа. Ну, во-первых, нужно это все дело довести еще до суда и чтобы был приговор, да, соответствующий. Ну, чтобы справедливость восторжествовала. И здесь, ну, в любом случае, на ЗК молодцы. Вообще ставим им лайки, да. Они отработали свое. Они передали дело дальше. Дальше теперь вопрос в ДБР. Хотя в ДБР я искренне верю. Потому что если мы посмотрим, чем занимается ДБР, они вот по военкомам очень много, кстати, дел уже провели, да, довели до суда. Дальше дело за судом. Будем надеяться. Но что меня смущает? Знаете, что меня во всей этой истории смущает? Ну, в том плане, что, во-первых, я, как и вы, не очень рассчитываю на реальный и адекватный приговор. Но, а главное, что меня смущает, это то, что, а никто нигде так и не сказал, что этот человек организовал мобилизационную кампанию таким образом в Одесской области, что он ее провалил, что он полностью дискредитировал мобилизацию в Одесской области, что он, как мне кажется, полностью дискредитировал даже мобилизацию в Украине, потому что то, что делали они, да, вот эти видео о похождениях одесских военкомов, они же расходились по всей стране, и все на это смотрели с ужасом, и все начали, соответственно, относиться к этому. Ну и главное, главное, что он сделал плохое, это дискредитация ЗСУ. Потому что ТЦК, которые являются военнослужащими, которые ходят в военной форме, и людей силой пакуют в бусик, они не просто проваливают мобилизационную кампанию, они дискредитируют ЗСУ, они дискредитируют форму, они дискредитируют тот подвиг людей, который они сейчас совершают вот там, на фронте. И за это тишина. Никто вообще не ставит вопрос об этом. Да, коррупционный скандал, классно все, но почему до сих пор никто по нему? Даже по тому человеку, который уже, ну понятно, проиграл, попал в опалу, в немилость, да, которого, в принципе, слили, можно сказать, но даже в отношении этого человека не устроена показательная порка за ту мобилизацию, которую они там организовали. Интересно, почему же так? Почему? Многоточие. Вопрос и многоточие. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой канал, и вы найдете еще массу видео, которые вам обязательно понравятся. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова